География. Тема номер 42. Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Помимо русских, составляющих более 80% населения, на Урале проживают и другие народы, причем два из них имеют свои республики. Башкиры. Народ тюркской группы, исповедующий ислам. Общая численность в 2010 году 1,6 миллиона человек. Проживают в основном в пределах республики Башкортостан. 1,2 миллиона и в смежных областях. 160 тысяч в Челябинской, по 40-50 тысяч в Пермской и Оренбургской. Во всем населении Башкортостана, 4,1 миллиона человек в 2002 году, русские составляют 36%, башкиры 30%, татары 28%. Помимо названных народов, в Башкортостане живут также чуваши и морейцы, более чем по 100 тысяч человек, мордва и многие другие. Поэтому республика может развиваться только как многонациональная. Башкортостан – промышленно развитый регион. Развиваются нефтепереработка, нефтехимия, химия органического синтеза в Уфе и в группе близко расположенных городов. Салавати, Стерликамске, Ишинбай – машиностроение, производство авиамоторов, вертолетов, другое. У Удмурты, старые названия, ватяки, народ финно-угорской группы, общая численность около 550 человек, из которых в своей республике проживает около 70%, но они составляют лишь 30% ее населения. 1,6 миллиона человек, тогда как русские 60%. Удмурти сейчас регион промышленно-городской. По доле ВПК он стоит на одном из первых мест в России и в последние годы испытывал большие трудности в связи с резким сокращением военных заказов. Один из небольших народов Урала – Нагайбаки, потомки нагайцев, крещенных еще в XVI веке. Всего в России их 8 тысяч человек. Их язык – диалект татарского языка. Они проживают в Нагайбайкском районе Челябинской области, центром которого является основанное в 1843 году село Ферша-Пенуаз. Названо оно так в память об участии казаков в победном сражении 1814 года, когда русско-австрийская кавалерия усиления Ферша-Пенуаз во Франции нанесла поражение французским пехотным корпусам, следовавшим на соединение с главными силами армии Наполеона I, отбросила их к Парижу. А среди других сел Нагайбакского района есть и село Париж, основное в то же время. В 2005 году там даже построили точную копию Эйфелевой башни, только в шесть раз меньше, 50 метров высотой для мобильной связи в районе. Недалеко находятся села Лейпциг, Берлин и Кассель, где тоже побывали казаки в 1813-1814 годах. Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Для Урала характерно особое размещение городов. Они вызревали у богатых месторождений, мощных рудников, заводов. Про большинство городов так и говорят, что они возникли при заводах. Да и сами поселки официально миновали заводами – Ижевский завод, Воткинский завод, Родина Чайковского и другие. На современном Урале 150 городов. По их числу он уступает только центральному району, среди которых немало крупных и четыре города-миллионера, больше, чем в каком-либо другом районе России. Города выстроились в две меридиональные линии по обе стороны Уральского хребта. Крупнейшим городам в западной части соответствуют города в восточном крыле Перми, Екатеринбург, Уфе, Челябинск. Такое расположение заставляет вспомнить природное своеобразие Урала. Стремление при освоении территории иметь одинаковые центры тяжести по обе стороны хребта, удобные широтные связи между ними. Как рождались города Урала? Обобщенно среди городов Урала по возрасту можно выделить две группы. Старые города, имеющие за своими плечами несколько веков развития – Соликамск, Туринск, Каменск, Ус-Уральский, Невьянск и многие другие. Молодые, не старше 50 лет, в том числе закрытые города ВПК. Екатеринбург был основан в 1721 году как административный, культурный и торговый центр всего Урала. В городе, названном по имени тогдашней императрицы, жены Петра Первого, разместились Уральское горное управление, горнозаводская школа на реке Исеть. Работал казенный металлургический завод, механизмы которого приводились в действие водяными двигателями. Для этого был устроен пруд, под плотиной которого располагались главные цеха завода. Теперь этот пруд и площадка завода – музей под открытым небом в центре миллионного города. Срединное положение Екатеринбурга еще более усилилось после строительства железных дорог, так как это наиболее удобное место для пересечения Уральских гор. Здесь их высота минимальна, они превышают 400 метров. В 1930-е годы в городе строятся новые гигантские заводы «Уралмаш» и другие, а в годы войны сюда эвакуируются десятки промышленных предприятий. Сейчас в городе насчитывается около 150 промышленных предприятий, что крайне негативно сказывается на экологической обстановке. Здесь находится также много научных, проектных и конструкторских организаций, вузов, Уральское отделение Российской академии наук. Перми также была основана при участии Татищева в 1723 году, одновременно с медиплавильным заводом, закрытым к концу XVIII века. Город развивался как промышленный и торговый центр. По каме шли сюда соль, опреке Чусовой, с продукцией уральских заводов, железом, медью, металлоизделиями и так далее. В конце XIX века рядом с городом возникает Амото-Вилихинский пушечный завод. Кроме вооружения он выпускал пароходы, двигатели и так далее. В 1930-е и 40-е годы развитие промышленности города активизируется, в том числе и за счет эвакуации сюда предприятий в годы войны. Сейчас Пермь – центр машиностроения и химической промышленности. Город славится театром оперы-балет, основанным в 1870 году, особенно своей балетной школой. В 1916 году здесь был открыт первый на Урале университет, а сейчас в городе около десятка вузов. Челябинск был основан в 1736 году, как русская казачья крепость на берегу реки Миас. И долгое время только ею оставался. Положение резко изменилось после постройки Транссибирской железной дороги, прошедшей через город. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы десятки предприятий, почти вся промышленность работала на оборону. Прославился Челябинский тракторный завод, который с начала войны освоил производство танков и самоходных артиллерийских орудий. Его заслуженно называли «танкоградом». Сейчас в городе работают металлургический завод полного цикла, трубопрокатные, цинковые тракторные заводы, десятки других предприятий. Какие проблемы отягощает Урал, как старопромышленный район России? Урал, как и центральный район, один из крупнейших старопромышленных районов мира. Но если в центральном районе промышленность возревала из ремесла текстильного производства, то Урал поднимался и встал во весь рост за счет горно-рудного дела, своих богатых недр. В 1990-е годы обострились старые, возникли новые проблемы района. Среди них проблемы сбыта готовой продукции, безработицы, снабжение заводов сырьем, обновление технологий, загрязнение среды. На современном этапе встает задача разукрупнения одних заводов, дальнейшей реконструкции других, перепрофилирование третьих. Требуется большое внимание к развитию наукоемких производств, налаживание более эффективных связей по сырью, топливу, готовой продукции, где наиболее болевые точки в цепи экологических проблем региона. Отличительной особенностью Уральского района стало то, что здесь как в фокусе сошлись практически все экологические проблемы России, неузнаваемо изменился первоначальный облик Таёжного Урала, предуральских, зауральских степей и лесостепей. Средний Южный Урал – это уже в большей степени антропогенно-природный район с господством селитебных и промышленных горнодобывающих, лесохозяйственных, пастбищных и пашенных ландшафтов. На месте гор магнитной, высокой и благодати возникли гигантские карьеры. Не зря говорят, не гора высокая, а яма глубокая. Корни экологического неблагополучия района следует искать в истории формирования его промышленности. Во-первых, она представлена отраслями, которые более всего загрязняют природную среду. Во-вторых, во многих производствах до сих пор действуют старые технологии, многие из которых возникли в суровые военные годы, когда об охране природы думать вообще не приходилось. Уральские города строились, как правило, в межгорных котловинах, в непосредственной близости от предприятий. Отсюда их повышенная загазованность. Крупные промышленные центры Урала лидируют в списке неблагоприятных для жизни российских городов. Из-за кислотных дождей и твердых отходов производства вокруг них на многие километры сильно обеднена, а местами просто уничтожена фауна и флора. Сильнейшему загрязнению подверглись и многие уральские реки-озера, когда-то восхищавшие первопоселенцев и путешественников своими хрустальными водами и чрезвычайно живописными берегами. Вырубка лесов на склонах уральских гор в ряде мест привела к интенсивным эрозионным процессам, смыву почвенного покрова, оголению скальных выступов. Выводы. Уральский регион – это индустриальная держава, где парадом командуют города. Каждый со своим лицом, историческим прошлым, ролью в хозяйственной жизни региона. Большое число городов, их концентрация, хозяйственная мощь, особенности специализации породили цепь экономических, социальных, экологических проблем. Уральский район с его трудовыми и хозяйственными традициями, значительным научно-техническим потенциалом – становой хребет российской промышленности. Для того, чтобы преодолеть проблемы своего развития, региону придется одновременно решать вопросы перестройки сложившейся структуры, хозяйства, ресурсной базы, конверсии в условиях сложной социально-экологической обстановки. И он располагает возможностями для решения этих вопросов.